всем привет продолжим обещанные обзоры wireless и true wireless наушников и сегодня мы поговорим про малоизвестную компанию даже не знаем как правильно читать трения трания ну в общем будем называть их трания с ассоциацией таня это трения b530 в общем то они сумели сделать очень неплохую модель на удивление с ну как бы рецепт как сделать хороший true wireless наушники в наше время довольно прост принципе qualcomm овский чип поддержка и 5x и и и и и и си кодека ну и вот хорошее время работы батареи действительно 6 7 часов с одного заряда в зависимости от громкости неплохой динамик нормальное управление bluetooth 50 с кодеками и даже водозащита есть по идее ipx 5 означает что их можно даже под краном мыть но этого я этого я бы делать не стал скажем исходить из того что они просто от пота их не коротнет прям в голову ценник их составляет 70 долларов но они выдали для моего канала отдельный код на скидку 30 процентную поэтому взять их можно там что-то прямом в районе 48 долларов получается что делает их в целом куда более интересным предложением ну и в общем то можно смотреть на них подробнее анекдот дня сегодня будет такой ким эти не узнали на улице и избили и ему очень повезло что не узнали аккуратная красивая упаковочка хорошая полиграфия сочетание лакированной и шершавой поверхности в общем все сделано красиво тут основные фишки перечислены здесь комплект поставки в общем тут еще раз перечислили все эти возможности подчеркнули что есть qualcomm of ski и 5x в общем то все что надо есть такой вот язычок аккуратно за который он вытягивается в общем презентация сделана на очень хорошем уровне в комплекте поставки вы получите гарантийный талон на котором на котором написано что тут гарантия пятна на коробке 12 месяцев тут 15 не знаю кто из них прав пару наклеечек не знаю тоже куда клеить но с другой стороны может быть кому-то пригодятся и инструкцию на разных языках но в общем то без русского другой стороны в принципе что тут изучать управление логичное стандартное есть воспроизведение паузы динарный тап нажать и поддержать это переключение треков двойной тап это громкость я предпочитаю наоборот но собственно это уже вопрос скорее предпочтений чехол с наушниками есть в комплекте традиционно ну и в этой коробочке как вы явно догадались находятся аксессуары micro usb провод для зарядки да ужас у них micro usb порт в общем кошмар вырываем волос на голове посыпаем голову пеплом но я думаю что это все-таки излишняя оверреакция потому что заряжать их нужно заряжать есть нужно очень не часто поэтому в целом я не думаю что это будет какая-то проблема хотелось бы конечно не века унификации в проводах но что поделаешь и две пары из запасных насадок силиконовых про насадки отмечу чуть чуть позже в общем нормальность традиционный для подобного вида товаров комплект поставки но добавили еще наклеечки чехол или кейс сделан необычно почему-то нижнюю половину они сделали с soft touch эффектом вот тут есть светодиоды которые показывают уровень заряда оставшиеся а верхняя крышечка на глянцевая и даже чуть-чуть полупрозрачная через нее немножко видно сами наушники я не знаю зачем они так сделали потому что это верхняя крышка она сразу собирает отпечатки пальцев царом ну и наверное быстро поцарапается но с другой стороны в принципе это не какой-то лакшери эксклюзив продукт внутри сами наушники находятся подписано где левый где правый в общем логика работы с ними стандартная их так чпоньк вынимаешь все как как обычно под магниченное как положено все держится на магнитиках чтобы мы без них делали они включаются запускаются видят друг друга все это сопровождается голосовыми командами на чистом английском языке и после этого скажем их переходит в режим сопряжения тут вот есть где в нижней части есть и светодиодик индикаторный но сейчас они просто подключились к источнику поэтому он не моргает контакты для зарядки но вот обратите внимание что на самом деле они поддерживаются логики в дизайне и наушники тоже сделано вот так вот половина из пластика soft touch эффектом половина глянцевая не знаю что двигало дизайнерами но на удивление скажем есть у них консистентность сами наушники очень стандартные по форме закругленные эргономичные сядут практически в любые уши размер где-то средний поэтому в целом думаю обладатели большинства ушей проблем проблем с ними не будут испытывать а поскольку тут есть такой вот хорошо вытянутый звуковод то еще и будет звукоизоляция чуть чуть лучше среднего есть компенсационное отверстие поэтому не будет вот это вот треска мембраны но самое главное ощутите радость наконец-то кто-то услышал мою стандартную поговорку или мою стандартная жалобу и сделали наушники с с нормальным обычным с вере с нормальными обычными насадками то есть без каких-либо вот этих вот укороченных там расширенных и всего остального простые классические насадки поэтому при желании тут можно использовать спинфиты симбионасадки в общем что угодно поэтому подобрать что-то что будет хорошо изолировать проблем проблем не составит но даже с вот этими насадками на самом деле они держатся весьма хорошо и надежно есть на фейсплэтах какой-то такой узор типа mercedes хотели быть mercedes или это трусы и стринги не знаю в общем чтобы он обозначал но наверное это конечно стилизованная буква т которая обозначает эту траню поэтому в целом как бы символизирует в общем выглядит аккуратно собраны нормально хорошо держат связь где-то до 10 метров стабильно без каких-либо заиканий обрывов отваливаний как всегда когда заходишь какое-нибудь место где много источников там вай фай и других электромагнитных помех там возможны кратковременные заикания обычно это происходит в торговых центрах но принципе сейчас такое время что по торговым центром особо ходить не стоит ну а дома с ними проблема не возникает время работы близко к заявленному сенсорное управление работает нормально поэтому фоновый шум довольно тихий в целом если эти вот все возможности на подключить только левый только правый оба переключать активный пассивный в общем все что современные true wireless наушники предлагают они поддерживают задержка звука очень небольшая но есть поэтому как бы это тоже стоит учитывать но в целом для прослушивания музыки вряд ли это составит для кого-то проблему в целом в общем типовые true wireless модель современная на хорошем уровне делающие все что от нее ожидаешь ну и конечно же традиционный тест качества микрофона это видео я записываю в этих наушниках поэтому можете получить представление как они звучат я не применяю никакие никакую коррекцию эквалайзером там компенсацию гейна все просто обработчики выключены все все что можно выключить я выключил поэтому вот тот звук который этим наушники предлагают принципе конечно youtube конечно со своими кодеками вносит тут некоторые коррективы но думаю можно получить представление об их звуке ну и конечно же поговорим о звуке для этого нам нужен в кадре плеер им будет м11 про который для которого выпустили уже бета-версию прошивки которая поддерживает google play вроде даже уже ее пипи можно из play store поставить без проблем общем фио использовали этот патч который сделали но в общем возвращаясь к самим трания или трения они в на своем сайте напирали на то что в наушниках прям очень хороший бас и действительно они его акцентировали я опасался что это будет какая-то такая басистая затемненная моделька но к счастью скажем они поняли что нужно людям и сделали в общем типовую v-образную а чиха то есть как бы это динамическая вэшка со всеми ее сильными и слабыми сторонами в общем-то не аудиофильский ни разу тюнинг рассчитаны на широкие массы но сделающие это довольно хорошо в целом наверное двинемся по порядку низкие частоты баса он акцентирован акцент составляет где-то примерно 15 децибел плюс минус и акцентируется не только средний бас но и более глубоко лежащие его слои но конечно же глубина тут нормальная но не максимально просто потому что как обычно нам нас тут подводит bluetooth кодек которые немного скрашивает скрадывает и скрашивает а скрадывает глубину низких частот но все равно есть глубина ну и благодаря акценту конечно же есть масса телесность весомость разрешение как бы среднее ну в принципе это динамик то есть стои не это беспроводный динамик поэтому ждать тут каких-то показателей там которые способны выдать арматуру или там скоростной динамик по проводу конечно не стоит но разрешение нормальное в принципе с электронной музыкой там или поп музыкой наушники показывают себя в целом хорошо но с реалистичными инструментами тоже неплохо но из-за акцента на низких частотах иногда они конечно же склонны преувеличивать размеры инструментов но в принципе тут это ожидаемо хорошо передаются текстуры вас нормально контролируется практически не наползает на средние частоты но на насыщенных басом треках это конечно же неизбежно просто в силу физики потому что бас тут акцентированы и как бы когда его много в треке то разумеется от него никуда не скрыться ну а в качестве примера да то есть то что любой аудиофил должен скрывать это гиантворд пидбул пидбуль терьер по моему это первый их клип который я как-то случайно предложил мне youtube я посмотрел ставлю заинтересовался но и в общем это то что называется постыдное удовольствие иногда я их слушаю и в принципе только спустя там пару лет я узнал что это кавер-версия на песню которая играла в одном из фильмов кустурицы поэтому еще забавнее но принципе диантворд все слышали в общем можете не скрывать вы его тоже слышали ну и собственно активный заметный выпуклый такой вот бас и собственно наушники его очень хорошо отыгрывают за счет акцента но и при этом приподнятая верхняя середина подчеркивает голос юландии и поэтому получается такой красивый как бы контраст панчевых низких частот но и соответственно верхних частот в общем для вот такой вот музыки эти наушники прекрасно подходят в целом более-менее неплохо отыгрывают и те же там музыка нуда и все остальное что я иногда и кейси абрамса которых я использую качестве примеров хорошего баса но разумеется там уже нужно больше реализма средние частоты отведены на второй план на это как бы неизбежно но при этом скажем не совсем зажат и поэтому более-менее присутствует разрешение нормальное не запредельно в общем нормальное разрешение это второе имя этих наушников они весьма толерантно относятся к качеству материала поэтому в целом там и стриминг какой-нибудь там в том числе и спотифая по music и остальные которые используют компрессию с потерями хорошо себя показывают как бы не пытается там вырешить всю грязь все артефакты компрессии но как бы это наверное логичное решение для true wireless модельки чутка подчеркивает эмоции не пытается там уходить куда-то в микроконтраст макродинамику и с эмоциями чутка подчеркивает но так очень немножечко более-менее реалистично звучит хорошо передают вокал инструменты есть тело поэтому как бы тут все нормально воображаемая сцена где-то средняя в ширину чуть меньше средней в глубину но разделение планов имеется поэтому в целом как бы нету эффекта зажатости нет особой интимности поэтому вот в принципе нормальные результаты то есть наушники не пытаются там в какую-то аудиофилию а так вот звучат более-менее сбалансированно то есть как бы они конечно не созданы для симфонических оркестров поэтому в качестве примера для средних частот я таки взял симфоническую оркестровую вещь ну как бы до логика это питер гебриэл альбом по он даже называется полностью питер гебриэл и и and friends то есть как бы и питер гебриэл с разными друзьями и трек intruder альбом new blood это в общем то такая оркестровая вещь с необычными там перкуссии вступающим оркестром хорой хорами распевками и всем остальным поэтому в целом наушники это отыгрывать неплохо но как бы сцены конечно не хватает ширины то есть что-то проводное звучит лучше но на самом деле как бы мое мнение по поводу true wireless наушников я согласен попрощаться с частью качества по сравнению с проводными моделями просто чтобы получить вот это вот беспроводное удобство беспроводное да беспроводное но чем наверно беспроводная со мной останется до конца жизни поэтому принципе наверно проще банить тех кто будет пытаться меня исправлять в общем беспроводные наушники натуре беспроводные это удобно ты их достал из кейсика в уши вставил и пошел слушать музыку особенно если вот плеер типа там фил который просто заснул и после этого проснулся подцепился быстренько к вай-фаю и начал играть в общем это очень здорово себя показывает и как бы действительно хорошо в общем получается на ходу да понятно там у меня есть там мы за империан у меня есть веншайновский мультибитный цап у меня есть да много чего есть там кайзер энкор лату пав голд сп тысячные ханы ночью круче много топовой техники и конечно же разница там вот этих вот наушников с чем-то там топовым дорогим она велика и скажем огромна носка я стараюсь не вдаваться вот в эту вот аудиофилию и для меня музыка важнее поэтому вот скажем я true wireless наушники вполне могу себе слушать и скажем да как бы они не идеальны но для меня важнее слушать музыку поэтому в целом как бы это мое мнение но как бы если вам нужно максимум качества то конечно вам нужно что-то проводное а если скажем вы разделять мнение то это вот один из неплохих вариантов то есть там сцена конечно меньше хотя в наушниках затычках там принципе какие-то в огромных результатов по воображаемой сцене все равно не добиться ну в общем ладно это было лирическое отступление вернемся обратно тем более что нас ждет самая не аудиофильская часть этих наушников это верхние частоты верхние частоты это в общем нормальный обычный динамик протяженность чуть меньше среднего но во многом просто из-за того что это срезается самим и 5x кодеком поэтому как бы тут никуда от этого не уйти как не старайся некоторые производители пытаются это с помощью каких-то компенсировать с помощью цифровой обработки сигнала но обычно получается далеко не идеально у меня есть пара наушников которых можно поговорить об этом ну ладно это уже будет следующие обзоры в общем протяженность чуть ниже среднего разрешение скажем такое средненькая скажем чуть-чуть в ч приподнято чтобы компенсировать бас потому что если бы этого не сделали то это были бы такие более бубнящие наушники там более басисты как бы которых тоже нем немало на рынке у меня на обзоре было много но скажем они в ч приподняли и поэтому получилось более прозрачная верхняя середина и верхние частоты поэтому как бы сбалансировали так сказать подачу скажем атаки затуханиями немножко замедленные разрешение среднее поэтому то есть не ждите там какой-то слоистости насыщение обертонами это вот скажем такое базовое отыграть там всякие колокольчики перкуссию и прочее но как бы с этим справляется нормально слух не режут поэтому в целом сбалансированная довольно моделька ну и в качестве примера саундтрек к самому грустному моменту в известном фильме в общем-то это sting shape of my heart и если вы под леона киллера не плакали то у вас просто нет сердца в общем-то эта музыка под которую погиб он и как обычно у sting а все хорошо записано много красивые перкуссии объемно вокал красивый ну и собственно эти наушники это довольно неплохо отыгрывают конечно тоже не хватает там какой-то протяженности на в че но в целом справляются с треком неплохо ну и еще раз резюмируя по звуку динамические в динамическая вышка с приподнятым басом и верхними частотами нормальным разрешением в общем такой наушники для поп-музыки до электроники более-менее нормально металл рок то есть такой скажем какой-то там классику камерную музыку на них слушать все-таки ну можно на самом деле вполне можно но как бы не не идеальные результаты получатся если говорить о сравнениях то там скажем да у нас тут получается как бы разделение true wireless наушников на три условных лиги то есть как бы верхняя лига это вот мифо даже на 4 на самом деле мифо 7 и но был falcon и это вот как бы максимальное качество звука отдельно стоят скажем модельки там sony true wireless apple то есть те наушники которые скажем нормальный звук но их основная самая сильная сторона это скажем хорошее шумоподавление микрофоны качественные вот такие вот вещи то есть как бы которые не только для ради звука ради удобства есть как бы наушники которые там молода окей они дешевые скажем но и более-менее нормально звучат но и вот есть как бы средний сегмент это вот хороший представитель среднего сегмента то есть там что у нас есть такого на скидку что приходит в голову там дает аудио и w1 они менее у них менее выраженная v-образная чеха то есть меньше немного низа чуть более скажем спокойные верхние частоты чуть заметнее середина ну а эти более выраженная такая вот вешка то есть там я не знаю тиренки 200 они у них немножко более немного хуже контролируется бас чуть детально середина но заметно ярче верхние частоты там что еще недавно было kz s1 у них скажем вас чуть меньше чуть менее глубокий чуть меньше по разрешению при этом середина чуть детальный новый ч тоже скажем ярче и чуть чуть менее реалистичные чем тут допустим там astrotec s80 но astrotec более натуральный более естественный но как бы astrotec они все-таки стоят дороже в общем то такая вот модель сильно попадающая хорошо в средний сегмент особенно с 30 процентной скидкой там себя хорошо показывающий особенно там для каких-то прогулок пробежек там работы в зале то есть для тех случаев когда не нужно концентрироваться там на максимальном супер качестве а именно просто на важно чтобы хорошо играла ну и как бы качевый бас там способствует скажем энергичности и всему остальному в общем тряне тро тряне тро тряне в общем таня это b530 pro действительно порадовали скажем там не какой-то аудиофильский шедевр но действительно очень неплохая true wireless модель от малоизвестного бренда предлагающая много хорошего спасибо за внимание берегите себя пока эпидемия не пошла на спад